Глубокое обучение стало новым искусством для компьютерного зрения в 2012-2013 годах и в конечном итоге для всех задач перцепции, то есть восприятия. Затем последовала крупнейшая волна отраслевых инвестиций за всю историю искусственного интеллекта. В 2011 году, как раз перед тем, как глубокое обучение попало в эпицентр всеобщего внимания, общий объем венчурных инвестиций в искусственный интеллект во всем мире составил менее миллиарда долларов, что почти полностью ушло на практическое применение малослойных подходов к машинному обучению. В 2015 году объем инвестиций вырос до более чем 5 миллиардов долларов, а в 2017 году до ошеломляющих 16 миллиардов долларов. За эти несколько лет было создано сотни стартапов в попытках извлечь выгоду из шумихи вокруг глубокого обучения. В то же время крупные технологические гиганты, такие как Google, Amazon и Microsoft, инвестировали во внутренние исследовательские отделы суммарно гораздо большие суммы, чем эти венчурные средства. Машинное обучение, в частности глубокое обучение, стало центральным в стратегии развития технологических гигантов. В конце 2015 года генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, «Машинное обучение» — это основной преобразующий способ, с помощью которого мы переосмысливаем то, как мы делаем повседневные вещи. Мы тщательно применяем его ко всем нашим продуктам, будь то поиск, реклама, YouTube или Play, и мы находимся на ранней стадии внедрения. Но вы увидите, как мы систематически применяем машинное обучение во всех этих областях. В результате данной волны инвестиций число людей, работающих над глубоким обучением, увеличилось с нескольких сотен до десятков тысяч менее, чем за 10 лет, и прогресс в исследованиях достиг неистовых темпов.